Итак, ну что ж, о реру, мои маленькие любители покушать и квадратной шурмы, я рад представить вашему вниманию этот великолепный Майнкрафт Марс. Как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, за кадром произошли какие-то гигантские, колоссальные и вообще невероятные изменения. Даже себе вопросить сложно, что всё это происходило за кадром, а не в Сирии, но так требовали обстоятельства. Первые изменения коснулись этого самого купола. Как вы можете видеть, я немножко оптимизировал нашу рабочую зону. Поставил здесь побольше сундучков хранения. Вот эту вот зону, где у нас занималась переплавкой и пережаркой руды, я оптимизировал, и теперь у нас здесь производится только самое необходимое. А именно, вот здесь у нас производятся вот такие вот шардики, которые не получаются никаким другим способом, кроме как просейка этого самого песка, который здесь просеивается в автоматическом режиме, и именно только шардики у нас идут, получается, в нашу ME-систему. Вот это вот всё безобразие у нас аккуратным образом здесь вот выстроилось, а вот это вот всё снесло здесь, потому что оно просто было не нужно, и все ресурсы я могу давным-давно получать из вот этой вот ресурсной фермы. Также вы можете заметить, наверное, вот самое глобальное изменение, и как я обещал в предыдущей части, я наконец-то додел ферму по добыче вот этих вот ускорителей роста именно третьего тира, и всё это производится в автоматическом режиме. Для этого мне пришлось также наладить автоматизацию, но ладно. Главное, что мы видим, что вот эти все растения у нас растут невероятно быстро, что не нужно было. Вот этот вот угол, который здесь у нас был раньше нагромождён разными машинами, оптимитизировался. Здесь у нас есть две фермочки с слизью и с деревьями, которые также в автоматическом режиме сортируются и помещаются в ME-сеть. Вот эта вот мельница получается наша, вместе с крафтером у нас отвечает за то, чтобы производить мне еду, но об этом чуть попозже. Касательно вот этой части, она тоже подверглась изменениям, она просто немножечко оптимитизировалась. Теперь же у нас все ресурсы с этих ферм попадают не сразу в крафтеры, а сначала в буферные сундуки, а только потом уже через ME-сеть они попадают в крафтеры. Как мне показалось, так будет гораздо лучше. Так я могу сортировать и более точечно контролировать, какие мне нужны, а какие не нужны ресурсы в плане производства. Благодаря чему это всё выглядит максимально приятным для меня образом. По ресурсам, которые я здесь выращиваю, в принципе никаких изменений не произошло, я постепенно отсеиваю те, которые не нужны, и добавляю материалы, которые понадобятся впоследствии. Единственное исключение оказались два вот этих вот ресурса, пшеница и канола. Канола у нас идёт непосредственно на нитки, а пшеница у нас идёт на еду. Как я и говорил, я крафчу здесь себе пиццу с ананасами, которая как раз получается из пшеницы. Таким образом у нас замечательно идёт безотходное производство. Если мы пойдём здесь дальше, то мы увидим, во-первых, пережитки прошлых времён, о которых я сейчас как раз и хочу рассказать. Ну да, я ещё печку немножко перестроил, чтобы сэкономить место, но это не важно. Если мы будем входить в вот этот купол, здесь как раз таки и будут большие и гигантские просто колоссальные изменения, на которые я потратил просто невероятное количество времени. Но обо всём по порядку. Как вы можете помнить, в прошлой серии я говорил о том, что собираюсь сделать автоферму зелий. И в третьих тирах Гроу-Кристаллов. Вот эти самые Гроу-Кристаллы, выращиватели роста 3 уровня. Но для них нужны ничего серьёзного. Эндер-Кристаллы, зелья 3 уровня и Гроу-Кристаллы 2 уровня. Эндер-Кристаллы ничего сложного, лишь эссенции эндерменов плюс эфриты, гастовая эссенция и стекло. До зелья мы зайдём позже. И остались только Гроу-Кристаллы 2 уровня. Для них же и нужны ещё меньше ресурсов. Всего лишь звёзды из Незера, которые достаются мы знаем каким образом. А еще есть уникальный способ, которым мы можем воспользоваться, но об этом чуть позже Те же самые зелье, стекло и первый тир А первый тир это опять-таки поушены, железо, которое у нас выращивается Обычные конверсованные кости, которые создаются тоже несложно А также обычный фонарик, который весь у нас создается из вот этих вот эссенций гвардианов В итоге получается для всей цепочки у нас все практически готово Все то, что необходимо из побочек, например эссенции эндерменов, эссенции гастов, эссенции блейзов и эссенции скелетонов У нас выращивается в этом уголке А в этом уголке выращивается эссенция гвардов и эссенция скелетонов Как ни странно, у нас два с этими скелетонами огорода Поскольку количество эссенций с костями нужно просто какое-то большое количество Поэтому именно вот таким вот образом побочные продукты здесь выращиваются И останется, наверное, мой самый нелюбимый и самый неэффективный в плане производства ресурс Это как раз-таки те самые зелья Вот здесь я прикреплю фотографию, которую вам продемонстрирует то, что я раньше пытался здесь делать Без дополнительных вложений и усложнений эту всю систему Я хотел сделать это все с помощью болтлин машин из иммерсива И вот этих вот миксеров, которые тоже у нас добавляются модом иммерсив инженери Но я столкнулся с какой-то невооразимой проблемой Пусть они и мешают, эти все зелья Пусть у нас идет автоматизация в спокойном режиме и никому не мешают Но по какой-то причине я не могу это все куда-то девать и разливать это все по бутылкам Я облазил все интернет-ресурсы, пытался выйти в чем проблема Но у меня ничего путного из этого не вышло Как мы можем видеть, здесь у нас есть танк Ну, просто хранилище жидкости, которое в себе хранит Зелье получается ускорение или что это за зелье Но, и это лишь еще один показатель проблем с этими самыми машинами из иммерсива Проблема в том, что когда у нас зелье попадает туда И когда оно выходит оттуда, оно выходит без NBDT тегов То есть у нас как бы зелье оно есть, но это просто зелье без нужного нам объема То есть если мы будем даже его куда-то заливать, то мы просто получим никакую склянку И, соответственно, у нас ничего из этого не выйдет Возможно, я объясняю как-то непонятно, но на самом деле и мне, в принципе, эта вся система не особо понятна Поэтому мы имеем, что имеем Главный вывод, который я для себя сделал Используя вот эту всю систему, на которую потрачено было колоссальное количество времени Используя стандартный набор модов Эта всю систему автоматизировать не выйдет Поэтому мне пришлось немножечко воспользоваться гуглом, чтобы установить себе вот эту вот Industrial Foraging Модификация, которая позволит автоматизировать практически все Не странно, для машины из этой модификации пришлось построить вот такую систему Которая в автоматическом режиме размещает бревна А потом жидкостные высасыватели вытаскивают весь латекс из этих бревен Они разрушаются и потом снова ставятся Весь латекс у нас идет по проводам в нашу машину по компрессации латекса Он у нас компрессуется, получается, дважды компрессуется и пережаривается в пластик Таким образом у нас остается пластик, который требуется для создания всех необходимых машин из этой модификации И вот как раз-таки вот эти вот три зелья-варилки Они стоят здесь просто элементарнейшим образом Не создают вообще никаких проблем И они просто вот такие вот маленькие, миленькие и просто суперские И они все вот в таком маленьком масштабе дают невероятную автоматизацию всех и всех процессов Здесь у нас производится для первого тира, соответственно, для второго и для третьего Ресурсы, которые нужны им Это сахар, который здесь у нас производится из тростника Незерварты, которые у нас буквально здесь же выращиваются и собираются таким же способом, как и предыдущие огороды И самое необходимое, это, соответственно, песок, то есть стекло И вот эти вот самые глаз-боттлы Которые у нас в автоматическом режиме будут здесь наполняться Если будет здесь вода, так что вообще это не проблема А песок, как ни странно, у нас получается на этот раз Выращиваем эссенции огня плюс эссенцию земли И при их смешивании мы получаем здесь песок, который поступает либо в печку, либо уходит в МИЕС сеть для дальнейшего использования, допустим, в каких-то других механизмах Таким образом, вот эта вся система у нас замкнутая и производит зелья Останется у нас лишь последняя проблема, как эти сеть зелья забирать Если мы будем их постоянно отсюда забирать импортерами, то у нас зелья просто не будут успевать вариться Мы здесь придумали вот такую небольшую системочку, которая может здесь включаться Таймер у нас на 35 секунд, повторитель на предпоследней задержке И буквально каждый проводок к импортерам Таким образом, у нас при достижении определенного количества времени, когда у нас все доварится У нас все эти зелья переходят автоматическим образом в МИЕС сеть Это все необходимо было рассказать для дальнейшего повествования и для дальнейшей вообще судьбы этого самой сборочки Ведь все вот это безобразие позволило мне автоматизировать создание гроу-кристаллов Автоматизация происходила безумным простым способом Также благодаря моду Refinet Storage, благодаря МИЕС сеточке С помощью вот этих крафтеров, в которых я помещал вот эти самые крафты Как именно подробно я делал вот эти вот крафтеры, как именно они создаются и как именно делается автоматизация Я думаю, объяснять смысла не стоит И если что, вот здесь вот, если я не забуду, будет подсказочка Как мы в одном из предыдущих сезонов делали автоматизацию всего и вся на свете И таким образом, у нас практически в автоматическом режиме создаются гроу-кристаллы Которые ускоряют невероятным образом рост И как вы понимаете, у нас лишь останется один компонент, который всей вот этой вот системы не создается И это, как вы понимаете, Незерстары Но по счастливому стечению обстоятельств, эти Незерстары мы можем с вами выращивать Благодаря вот этой вот системе это все выращивается Для этого нам нужно разместить Незерстар Кракс Который крафтится тоже легко Самое сложное здесь, это вот эта вот эссенция визера Но она выпадает очень часто при убийстве этих самых боссов, так что не паримся Вот эти вот караксы нужно разместить под блок фермы На котором будет выращиваться Незерстар семена Ну а семена звезд из Незера крафтятся тоже невероятным простым образом Все эти семена, которые здесь выращиваются, успешно собираются Помещаются в крафтер тир И уже он создает нам Незерстар семена Благодаря вот этим вот трехэтажным крафтам Теперь же я могу со спокойной душой Незерстары поставить на экзит-с То есть все звезды, которые у нас крафтятся, будут в автоматическом режиме попадать в МЕ-сеть А вот эта вот эссенция фертилизированная Она конечно идет по обычным продуктам И возможно я потом сделаю небольшую сортировочку Чтобы она у нас успешным образом уходила куда-нибудь в небытие Если она нам нигде не понадобится И сейчас же я хочу немножечко вот этих вот Незерстар семян сделать здесь Чтобы вместе с вами увеличить масштабы производимых там ресурсов Я полностью отдаю себе отчет То что вся эта система невероятно медленная Но мы же этой системой выращиваем Вот эти вот ускорители роста То есть чем больше будет работать система Тем больше мы можем ее себе ускорить То есть эта система работает сама на себя Я буду постепенно это делать Постепенно ускорять Пока не достигну необходимых мне масштабов Семена я здесь разместил И они уже успешно начали здесь размножаться и вырастать Что невероятно, классно и суперски И как раз я хочу здесь себе в автокрафте заказать Гроу Тир Кристал Именно три штучки, чтобы разместить там сверху над ними Так нажимаю старт И даже мы не успели магнуть Как вот эти вот Гроу Кристаллы создались у нас Я их себе здесь размещаю Предпочитаю я размещать их именно сверху Поскольку мне кажется, что так будет наиболее эстетично У нас получается следующее производство вот этих вот трех семян Упирается только в нехватку Незер Звезд Но эта система работает Значит Незер Звезд у нас рано или поздно появится И я смогу их здесь разместить Не хочу я сделать себе большее поле Поскольку этого будет нам вполне и даже за глаза хватать Учитывая потенциальное количество вот этих вот Гроу Кристаллов Которые мы можем здесь разместить Вот на эти все попытки и вот эти все эксперименты Которые здесь производились Было потрачено гигантское количество усилий Мне безумно нравится, что у меня получилось таким вот образом Все автоматизировать, систематизировать И чтобы это все работало наилучшим для меня образом Если бы я допустим делал это не за кадром То на это бы ушло еще большее количество времени И тут было настолько много именно тонных раздумий Которые никому не были нужны Поэтому я считаю, что такой вариант развития событий Наиболее оптимальный для всех Ну и раз об этом было рассказано А теперь можно и немножечко экшена добавить Пошлите путешествовать по измерениям Ну а для продолжения дальнейшего прохождения Мода Divine RPG Нам нужно отправиться именно вот в это измерение Для этого мы будем пользоваться вот этими часами И тыдыщ И получается следующее измерение Апаласия Пошли на зомби И именно туда нам нужно будет отправляться Но я же, как и говорил в предыдущей части Дополнил нашу броню на резистанс Каждый слот брони И отправляюсь в следующее измерение Воу Пурпур планет? Фиолетовая планета, да? Выглядит достаточно интригующе И мне очень интересно, что из этого выйдет у нас А ты у нас кто? Ой-ой-ой-ой-ой Ты стреляешься Как тебя зовут-то? Просто стрелок? Ладно Хоть броню я себе и перекачал Но судя по тому количеству ХП Которое они мне оставляют в процессе драки Это что-то невообразимое Из них падает такое же мясо Как в предыдущих измерениях И такие же самые души Из душ я смогу сделать такие же гемы Из гемов чанки А из чанков оружие, понятно И вот те самые, в принципе, блоки Которые строят следующий портал, да? Нам нужно из сердца Апалахий Если логика измерений верна То эти самые сердца падают с боссов На призыв которых нужно сейчас потратить большое количество усилий И нафармить эти самые души Апалахи Из различных таких вот монстрятин, которые здесь спавнятся Не самый увлекательный процесс, но деваться некуда Это же мод диван Ой, здрасте Что ты такое? Кто ты такое? Кто у тебя с ушами? Смотрите, а в руках он держит некая пародия меча Которая делается из гемов этого измерения Интересно Но, к сожалению, в себе он не выпало Хотя было бы прикольно Тут не убили У меня осталось всего пару сердец Офигеть, они мощные, конечно Опа Похоже, это именно то, что я ищу Крафтим Апалахия Чанг Я думаю, что сейчас большим количеством вот этих вот душ и, в принципе, чангов Которые я надебал здесь, пока я искал вот это место У нас вообще никаких проблем не возникнет с тем, чтобы призывать себе этих боссов А потом еще впоследствии скрафтить еще и портал Призываем Элементарный стрелок, да? Я так понимаю, сейчас мне будет пить О! Иссушение! У меня чарм разрушен Ладно На тебя хотя бы вот этот якорь действует Это замечательно Но! Этот дамаг маленький Ну так я тебе скажу, то что ты А-а-а-а-а Сейчас умру Ё-моё! Это получается первый босс из дивана, который смог нас одолеть Ну, ладно Сейчас мы просто, не знаю, будем пытаться как-то вернуться туда Хотя я слабо представляю, как это возможно 16 супер яблок, если я смогу сделать Пусть они делаются в автокрафте Сейчас я еще беру себе вот этот вот джетпак И теперь у нас, я уверен точно, что есть все шансы Долететь до того места, где мы умерли Забрать себе сейчас все необходимые инструменты И попытаться еще раз одолеть этого босса А вот тот самый босс Быстро Быстро все О! Он что-то уничтожил, собака такой Надеюсь, ничего серьезного Я не понял, что он взорвал, но в итоге я свои ботинки От полного сета брони не нашел Это проблема Хотя, как бы, тут много что рассчитано Но из-за того, что он что-то взорвал, это очень плохо, конечно Пусть бить Ё-моё, что же у вас так Дофига здесь Таких разнообразных Получается, у меня пропал полностью сет Пермоизоляции Ботиночки, я не знаю где И якорь Это, в принципе, все самые такие значимые потери, которые я здесь понес Планы, будем пытаться его убить так Поэтому поищем мы с вами инструменты, но будем думать Тринтец какой-то Я сейчас, походу, умру Тоже вместе с ним Не умер, осталось всего Каких-то очень мало жизней Но я не умер Это хорошо Это замечательно Но все-таки Мы понесли здесь больше потерь, чем нам босс этот принес Я не знаю, что с него вообще выпало, не выпало Попытаюсь сейчас еще что-нибудь найти, но вряд ли я найду вообще, конечно Но я побегал тут еще Это, конечно, бесполезно очень сильно Улетаем отсюда Пытаемся перегруппироваться Идем домой Восстанавливаем себе сет брони, который мы потеряли здесь Очень успешным образом И нужно будет строить какую-то бронительную систему против этого босса Потому что, я думаю, у нас очень мало шансов победить его в открытом бою Но я думаю, что этим мы уже будем заниматься в следующей серии Мне предстоит просто монотонная подготовка И уже в следующей серии, я думаю, мы еще парочку в раз убьем этого босса Для того, чтобы накопить побольше этих самых сердец И уже точно отправиться в следующее измерение Ну а пока на этом все Всем спасибо, что смотрели У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору Еще услышимся Субтитры сделал DimaTorzok